МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, наши уважаемые телезрители! Телеканал «Видное ТВ» продолжает серию программ «Квартирник». Как всегда, я приглашаю к нам сюда в гости самых замечательных и, мне кажется, самых таких исполнителей, которые поют от души и все делают по велению сердца. Человек, которого я сегодня пригласил, он знает все о Таймере и почти наизусть весь Битлес. Прошу любить и жаловать. Дмитрий Чебанов. Добрый вечер, Дмитрий! Добрый вечер, Олег! Спасибо, что согласились на приглашение. Порадуйте нас сегодня своей музыкой, своими стихами. У нас есть традиция, чтобы наши телезрители сразу окунулись в ту атмосферу, в те впечатления, под которыми вы пишете свои произведения. Давайте мы сразу что-нибудь сыграем и споем. Готовы? Ну, в общем-то, готов. Мы споем первую песню, которую я первую записал в 60 лет. Эта песня называется «Здравствуй». Здравствуй. Ну что ж, мы говорим всем нашим телезрителям «Здравствуйте» и мы начинаем нашу программу «Квартирник». У нас прямой эфир. Если у вас есть вопросы, звоните, задавайте, обязательно на них ответим. Ну что, поехали? Поехали. Поехали. Здравствуй, здравствуй, новый день. Здравствуй, и мне совсем не лень Встречать с тобою розовый рассвет, Чтоб вместе нам дождаться звездопад. Так здравствуй, мечта моя. Ты мне нужна. Я долго ждал тебя. Сколько, сколько лет прошло, Но все же встреча была предрешена. И что же мы бросили с тобой в омут, Как хорошо нам в нем помним. Так здравствуй, судьба моя. Ты мне нужна. Я долго ждал тебя. Я бросаю якоря у женщины, Которой нужен я. Сложно, сложно передать мысли, Как было нелегко в жизни. Но мы прошли совсем не горбясь, Сохранив в душе гордость, Так здравствуй, любовь моя. Ты мне нужна. Я долго ждал тебя. И я бросаю якоря У женщины, Которой нужен я. Здравствуй, здравствуй, говорю, Снова верю, Ты не подведешь, а годы, что Нам отведены, Богом мы Пройдем одной дорогой. Так здравствуй навсегда. Ты мне нужна. Я долго ждал тебя. И я бросаю якоря У женщины, Которой нужен я. Спасибо большое. Такое красивое словосочетание «Я бросаю якоря» У женщины, Которой нужен я. Мне кажется, это для мужчины немаловажно, Как, наверное, в общем-то для женщины, согласны? Да, конечно. Дмитрий, давайте поговорим о том старте, Который у вас произошел в музыке. Каким образом это все было? Вы знаете, все началось так давно. Значит, я родился в Средней Азии, в Ашхабаде. И даже мне хочется прочитать стихи об этом периоде. Значит, я был рожден среди армян, туркмен и персов. Мы вальчики играли, лянгу дендинской, Зеленый чай с рахат лукумом, И дыни с бахардена, с соской напомил на это белом. Все это родина с верблюжью колючкой, Полями хлопка и орыками с водой. Как я мечтаю вновь туда вернуться, Могилы предков окатить своей слезой. Это Ашхабад, 52-й год. И вы знаете, моя музыкальная биография началась... Я этого не хотел. Значит, у меня... Я сын медиков, у меня потомственные медики все. И все пели. Как это знакомо? Да, 4 года меня водили на скрипку. Я 4 года отучился на скрипке. Ничего я там не помню. Я могу играть только перепелочку. Потом, значит, моим родителям показалось, что это мало. Значит, я 2 года мне приводили на дом композитора. И меня учили играть на аккордеоне. 2 года на аккордеоне. Потом, значит, меня подвел... Знаете, я нотную грамоту не знаю. Меня подвел мой музыкальный слух. Понимаете? Мне вот проигрывает преподаватель какую-то мелодию. Я смотрю в ноту, а уже в ноту не смотрю, играю все на слух. Да, да. Вот так вот у меня получилось. Потом, значит, этот период... Потом, ну как все в Союзе, да? Почему-то родители решили с Крайнего Юга уехать на Крайний Север. То есть Ашхабад – это Кушка, это Туркмения, жарче не бывает. И Крайний Север – Таймыр. Вот. Вот, собственно, там, когда это 6-7 класс, там я уже окунулся в музыку. Ну, как всегда, гитару начал осваивать семиструнную. Вот, по своему учителю. Опять же, смотрел-смотрел самоучитель, слушал Высоцкого, конечно. Потом все на слух подобрал гитары и начал играть. Школа. Вот, уже такой достаточно юношеский возраст. Вот. Но, понимаете, я почему-то... Я всегда вставал в развитии физическом. Какой-то я маленький был. У меня усы поздно начали расти, понимаете? Никакого одноклассников. Понимаете, да, никакого одноклассников. И мне надо было чем-то как-то, я не знаю, выделиться. И вот я ударился в музыку, так скажем. Вы знаете, у нас был преподаватель музыки Анатолий Иванович. Он собрал таких вот музыкальных ребят, как я. И у нас был ансамбль, состоящий из непрофессионалов. Но у нас было три трубы, три саксофона, два контрабаса, ударная остановка. И мы играли «Серенаду солнечной долины». И вот шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый класс я занимался, по-моему, только музыкой. Вот это, собственно говоря. И я на многих инструментах играю. Я играл на барабанах, но потом попросил. Я говорю, Анатолий Иванович, как-то барабаны – это несерьезно. Мама тоже говорит. Ну что это барабаны? Я научил меня на саксофоне играть. Вот, собственно говоря, там и зараздалась моя музыкальная любовь к музыке, так скажем. Любовь к музыке. Вот я больше чем уверен, что сейчас мы сможем посадить, что называется, зернышко любви к музыке у наших телезрителей. Давайте еще что-нибудь споем или исполним. Вы знаете, я с удовольствием исполню, это будет вторая песня, которую я написал. Песня называется «Первый раз». Я думаю, что она многим будет по душе. Мне так кажется. Мне бы этого очень хотелось. Ну что ж. Первый раз. Договорились. Все когда-то в жизни Первый раз бывает Где бы вы ни жили в этот первый раз Первый раз светы ярче освещают Не забыть нам первый взгляд любимых глаз И опять впервые Робкие признания С оленьким румянцем на щеках И до бесконечности в подвездах расставания Запах ее тела на губах И до бесконечности в подвездах расставания Запах ее тела на губах Было, было, было первые обиды Слезы ее первые То моя вина Первое прости И первое прощаю Этого не будет больше никогда Все когда-то в жизни Первый раз бывает Первый не последний И как на духу Мы грешим по жизни А прощения просим У него лишь только раз в году Мы грешим по жизни А прощения просим У него лишь только раз в году Мы ведь все же люди Даже человеки Первые разумные существа Сменит нас другое Поколение Созданное нами И тогда Все когда-то в жизни Первый раз бывает Нам споют Другие господа А как мы, братцы, жили Стоит оглянуться Тянет целеслед наш по пятам Как мы, братцы, жили Стоит оглянуться Тянет целеслед наш по пятам Все когда-то в жизни Первый раз бывает Возраст не помеха Что ни говори Мы однажды в жизни Женщину встречаем Она мужчину И тогда мечты Что у колыбели Дети или внуки Скажут свои первые слова И от умиления Задрожит наш голос Скатится счастливая слеза И от умиления Задрожит наш голос Скатится счастливая слеза Все когда-то в жизни Первый раз Все когда-то в жизни Первый раз Все когда-то в жизни бывает Первый раз И у вас первый эфир У нас на телеканале Видное ТВ Почему Видное? Вы знаете Видное неспроста Я вообще-то ваш Почти Значит Лет шесть тому назад Мой сын Нашел Себе невестку В Видном И теперь у меня Мои корни продолжаются В городе Видном На улице школьной У меня сын Невестка У меня три внука Все здешние И поэтому я просил Своих музыкальных родителей Это Ольга Алмазова И Михаил Барский Есть у меня музыкальные родители Ну как они Мы выступали в Ленинском районе И замолвались И была съемка была Там Видное ТВ И я очень просил Я говорю Так хочу на Видном ТВ Ну хочется мне побывать Вот в этом городе Вот Меня даже просили Написать песню Из администрации Города Видного Вы знаете Я написал песню Но мне даже дали Большую книжку о Видном Я ее долго изучал Но у меня почему-то Мне кажется Я написал песню о Видном Она есть у меня Я ее вам исполню Но мне кажется Она еще сырая Это уже на вкус Как говорится Ну Зрители Зрители Конечно Вот есть у меня такая песня Вот так я попал В город Видное Ну что ж Уже можно сказать Что мы с вами земляки Давайте перейдем К воспоминаниям Да Вы говорите Что Наверное Начинали учиться Да На Высоцком Как пришел Битлес Туда На Таймыр Вы знаете Значит Битлес пришел Не на Таймыр Битлес пришел Гораздо раньше Еще раньше Битлес пришел Значит 61-62 год Мне был Я учился в первом или втором классе Я услышал Вот эти вот записи В Ашхабаде В Туркмении Тогда это было СССР Я услышал это Битлес И так Он со мной прошел всю жизнь Понимаете Вот Чем Битлес На ваш взгляд Чем Битлес покорил Весь мир Казалось бы Ну Несколько аккордов Незамысловатые Мелодии Чем они взяли Вы задаете такой сложный вопрос Я думаю Миллионы Хотят на него ответить И я думаю Правильного ответа Не будет Ни одного У них У них настолько все душевно Даже Поэтому Вы знаете Я на этот вопрос не отвечу Хорошо Не смогу Хорошо Договорились Тогда Чем Высоцкий взял Держи Или Он Он пошел по пути Через который никто Еще до него не проходил Да И оказался Вот прям В самое сердце попал Ну Вы знаете Без Высоцкого Просто Я не представляю своей жизни И поколение Того Которое было Вот В те Года 66 67 год Мы значит Помимо того Что занимались музыкой Да Я много читал Еще значит Я прочитал всю библиотеку Предлечений Я очень много стихов читал И потом Вдруг Высоцкий Понимаете И он Ну не вдруг Конечно Да Он начался Да И Ну Вы знаете Его тексты Его стихи Они просто вечны Я даже Понимаете Вы тоже такой Вопрос задаете Не то что провокационный Чем Чем Да просто Это тоже Мои любимые Музыкальные исполнители Да И я тоже Не могу найти Ответа на этот вопрос И думал Марвелли Может быть Может быть Вы знаете Да У вас он есть Нет Вы знаете Однозначного ответа нет Хотя песни конечно Которые я Все пишу Да Вообще Я начал писать песни Вы даже не поверите Понимаете В 60 лет Мне сейчас 65 Я первую песню Вот эту песню Здравствуй Написал в 60 лет Но здесь много факторов было Первый фактор Конечно Это Женщина Меня сподвигнула Потом значит Второй фактор Это как раз в это время У меня Сын женился У меня появляются В видновском роддоме Двойняшки Понимаете Ой красота Потом значит 5 лет тому назад Я бросил курить И я начал писать песни И вот И конечно у меня Много мелодий Они похожи С мелодиями Высоцкого Вот Сочетаются Сочетаются Да Сочетаются Значит У меня есть такая песня Взрослели мы конечно На Высоцком И на Есенине И английских бетлах Все в прошлом Милые мои Все в прошлом А настоящее Не выразуметь никак Вот Вот с Высоцким У меня вся жизнь Конечно просла Высоцкий Есенин еще много Разумбаума Я очень люблю Вот И воспитывал в детях Эту любовь И я попытался попробовать Вообще Знаете Я В какое-то время Когда я играл на гитаре На семиструнной В школе Ну раньше это было Круто Как сейчас говорят То есть человек с гитарой Это был Ну просто можно сказать Нам ли этого не знать Да Это первый парень Понимаете Конечно Смотря на то что он маленький У него сын не растут Но у него гитара У него слух Он поет Понимаете И я себе Даже запрещал Петь песни Высоцкого Потому что я не имел права Я не смог так петь И вот я себе запрещал Потом у меня ребята Ну спой Спой И я потихоньку Начал петь Высоцкого Вот Я думаю Я думаю что Несколько поколений Даже я не могу сказать О том что Вот Наше поколение Да Любит Поет И будет петь Высоцкого А то что Несколько поколений Это говорит о многом Это говорит Обо всем Договорились Говорит о жизни Да О жизнеутверзающей Песни Стихи Поэтому Согласен Согласен Ну это как Пушкина Наверное Будут читать И потомки И потомки Потомков Я вот когда учился Вот и на гитаре И на барабанах Ну так не бывает Вроде многими Да Как у Пушкина же есть такое Да Нас всех учили понемногу Чему-нибудь И как-нибудь Так что учебы Слава Богу У нас не запросто Блеснуть Вот Поэтому вот так вот Что мы сейчас исполним Что споем Значит Вы знаете Я Выношу на ваш суд И на суд Зрителей Города Видного И не только Да Песню о Видном Ну что ж Друзья мои Сейчас В нашей программе Будет премьера песни Песни О городе Видное Что скрывать Есть песни Других исполнителей Какие-то нравятся нам Какие-то не нравятся Но Сейчас Что По крайней мере Для меня очень важно Как для автора Этой программы Что Песня о городе Прозвучит Премьера Именно В моей программе Квартирник Готовы? Готов Поехали Городок обычный Умкада Заходите в гости Мы рады Неизменный спутник Москвы На берегах Пахры Утопает Утопает в зелени По весне И с нарядной шубою К зиме Осенью и летом Ты всегда в красе И поем мы Песню тебе Диво дивное Эх, наша видная Хорошей На юга И он нам дороже С тобой Серебра и злата Город подмосковный Лучше не надо Диво дивное Дивы дивные Окружают Кругом Ты частица страны И наш дом Дива дивная Эх, наша видная Хорошей Ты С каждым Днем Птица Феникс Мажет Нам Крыльями Все же Здорово Мы Живем Кстати, интересно Мне Понравилась Рифма Дива дивные Наши Видные Я пока По-моему Не встречал Что-то Похожее В поисках Рифмы На название Города Вы сами сказали Есть над чем Еще поработать Есть, конечно Будете дальше работать Будем Да Будем Тогда я Жду Жду В следующий раз Обязательно Да Покажете Да Какой-то может быть Окончательный вариант Или тот вариант Который Да Это на самом деле Да Такое Как демо Сейчас Демо Да Сейчас такие слова Что этот У меня будет такая песня Посвящена вот этому Засилию Вот этих иностранных слов Да Она в конце Прозвучит Ну Задавайте вопрос еще Да всегда И с удовольствием Вы говорили О севере Мы говорим Таймыр Мы говорим Норильск Вот честно говорю Я не представляю Вот как можно было Эти годы Пройти Потому что Вот у меня Есть Друг Который Служил в армии В Норильске Ему Большой Привет Вот И он сказал Эти Там Два года Были Самыми Ужасными Годами В моей жизни Не потому что Армейские А потому что Норильские Вы знаете Два года Конечно Не считается Я в Норильске Прожил 17 с половиной лет И это были Самые лучшие годы В моей жизни Понимаете Потому что молодость Потому что Молодость Потому что Потому что Север Понимаете Там взаимоотношения Между людьми Там Понимаете Таймыр Вот у меня песня есть Про Таймыр Я к сожалению Невозможно Все Значит Заворожил меня Таймыр Заворожил И снегом Упургой Звезда полярная На всех одна И заблудившись Мы ищем Именно ее Спросите Перелетных птиц Зачем летят туда И гнезда Вьют они На вечной мерзлоте Уверен Что это Неспроста Им предки Предсказали Только тут Поставить птицу Можно на крыло И в этом есть От тундры Волшебство И уж она Не подведет тебя Заматеревшая На северах Вот такая песня Да Ну мне кажется Это надо полюбить Вот мне кажется Это полюбить Полюбить Чтобы не просто Жить Да А еще Такие слова Найти Чтобы описать Описать Красоту Красоту Этого края Здорово Я прям немножко Даже сейчас уже Позавидовал Услышав Как С какой любовью Вы Рассказали Об этих краях Эх Может быть Взять Да махнуть На таймыр А вы знаете Так просто не получится Вот раньше Это надо быть Было быть С отметкой в паспорте Житель таймырского Национального округа Не знаю Сейчас у меня там сын Еще в Норильске У меня вообще Три сына Дочь У меня Три внука И три внучки Поэтому Я надеюсь Они все у меня В мобильном телефоне В моем сердце Я надеюсь Что они Слушат меня И я их воспитываю В своем духе Так скажем Ну правильно Правильно Они же Наши потомки В конце концов Что исполняем дальше Значит Вы знаете Не очень простая Одна из Автобиографичных песен Она не очень простая Лестница жизни Ну вот послушайте ее Просто Лестница Жизни Все чаще место Уступает мне Все реже Взгляд лукавый На себе ловлю Все чаще Хочется Повыть мне При луне Все реже Сам себя Хвалю Так неужели Все Так быстро Жизнь прошла Я ставил Лестницу У той Лестницы Выходит Путь Мой был Не туда И я кричу Уже Господи Спаси Дорога К Богу Каждому Своя К Нему Стремится Наша Душа Колено Каждый Преклонит Перед Ним Так сделай Шаг К Нему Ты хоть Один И всяк Поставивший Перед Собою Цель Вопрос Задай Себе Зачем Ты В жизнь Пришел Быть Может Ты Давно Плывешь На Мель А Впереди Всего Лишь Эшафот И Дом Построил Ни Один Деревьев Насажал Давно Уж Повзрослели Сыновья На Исповедь Лишь Время Не Нашел А Может Потому Все И Не Так Дорога К Богу У Каждого Своя К Нему Стремится Наша Душа Колено Каждый Преклонит Перед Ним Так Сделай Шаг К Нему Ты Хоть Один Спасибо Спасибо Большое У меня Вот Какой Вопрос Когда Происходит Такой Коллективный Труд Многие Люди Задаются Вопрос Кто Больше Внес Вклад В То Или Иное Производство Вы В одном Лице Делаете В колонт Своё Производство То есть Пишите Музыку И Пишите Стихи Вот На ваш Вгляд Есть у вас Противоречия Как у Поэта Или как у Композитора Вы знаете Нет Но Противоречия Конечно Бывают Но То есть Композитор Говорит Слушай Дмитрий Поэт Давай Что-нибудь Другое Поэт Да Дмитрий Говорит Композитору Дмитрию Мне кажется Эта песня Не под Эти Стихи То есть Именно Вот это Противоборство Вы знаете Третий вопрос Задаете Такой Сложный Потом Надо же Отвечать Правду Я над этим Вопросом Не задавался На самом деле Когда я Написал Представьте За 5 лет Да У меня 5 альбомов То есть Я написал 55 песен Уже 58 Причем Первые 2 альбома Я записал Как значит Я исполнил Все партии сам То есть Я сначала Сыграл Ритм-гитару Есть такая программа Кубейс Как я ее Я смс-ку Недавно начал Научился писать А тут такая программа Тем не менее Я записал Гитару Бас-гитару Ударные там И вот первые альбомы Такие Да у меня Но Вы знаете Противоречия Конечно Бывают Но обычно у меня Я могу за 30 За 40 минут Что-то вот Ударило молнией сверху И написать песню Понимаете Какая-нибудь фраза Какое-нибудь событие Понимаете Хорошее И не очень хорошее Кстати говоря Ну Сложный очень вопрос Творца Вообще Я не ожидал Что я когда-то Буду вообще писать песни И как это дальше Пойдет Я не знаю Сейчас у меня Есть продюсеры Вот Я выступаю Очень много Мы по Москве выступаем В составе городов России Вот Мы очень много Концертов даем Вы знаете Мы благотворительные концерты Не важно Собирать деньги Я хочу чтобы Мне кто-то подошел И сказал Слушай Дима Вот здесь что-то не то Здесь что-то не так Ну вы знаете Пока такого не говорили Конечно Направляют меня Здесь исправить текст Здесь исправить текст Вот Ну Раньше целые Худсоветы были Когда Утверждали Или не утверждали Сейчас это проще А сейчас конечно проще Мы можем Делать все Что захотим Все что нам нравится И В этом тоже есть Наверное Своя прелесть Есть Но Кроме Внутренний цензор Существует Но тем не менее Все равно Какие-то Рамки должны быть То есть я например Совершенно четко Сознаю Что я То что я пишу И тем более Выкладываю в ютуб Значит это будут Слушать люди И мне могут задать вопрос Слушай ты куда вообще попал Ты что делаешь Вот Поэтому Я стараюсь писать Правду И честно Честное Доброе Хорошее В общем Вы знаете Как по пустыне Вот идет Да Вот Караван Да Вот Он что видит То и поет Я собственно говоря Я тоже вот Что слышу Что ощущаю В жизни То и пою Ну вот Я говорю Стихи я давно писал А вот с музыкой Не знаю Получилось ли Любимым женщинам Посвящали стихи Конечно И Что за вопрос Товарищ ведущий Да Давайте споем Вы знаете Я сейчас Хочу спеть песню Не о любимой женщине Хочу Песню спеть Вы знаете Много у меня было песен Но Не было детской песни Вот И я Ее написал Она такая Конечно Ее должны изучать дети Мы сейчас Немножечко расслабимся Да Это детский вокал Должен исполнять Я написал Ее посвящение Своим внукам И не только моим Всем детям Она такая простенькая Называется эта песня Тоже очень просто Мы зачемки Мы почемучки Что может быть проще Почему Все папа может А у деда Борода А у бабушки И мамы Очень добрые глаза И зачем Собака лает И мурлычет кот И в одном И том же месте Солнышко Встает Мы зачемки Мы почемучки Мы что Где Когда И пока Растем вопросы Задаем всегда Мы зачемки Мы почемучки Мы что Где Когда И пока Растем вопросы Задаем всегда Почему Всегда лишь в мае Сирень цветет А зимой Из серой дучки Снег идет И зачем Воркует Голубь И ворон Акар И сахар Сладкий Перец Горький Не пойму Никак Мы зачемки Мы почемучки Мы Что Где Когда И пока Растем вопросы Задаем всегда Мы зачемки Мы почемучки Мы Что Где Когда И пока Растем вопросы Задаем всегда Даже взрослые Порою Спросят нас Зачем Вам гулять Опять охота Хоть темно Совсем Я умнею Я взрослею И отвечу Так Аппетит И сон Получше И здоровье Факт Мы зачемки Мы почемучки Мы Что Где Когда И пока Растем вопросы Задаем всегда Мы зачемки Мы почемучки Мы Что Где Когда И пока Растем вопросы Задаем всегда А я прямо сейчас вспомнил Времена Когда Детская Песня Да Была Очень и очень популярна Я сразу вспомнил Сережу Парамонова Да Солиста Детского Детского хора Ну Других Да То есть Мне кажется Что мы Потеряли Этот целый Пласт Вы знаете Потеряли Потому что Пласт этой потери Неспроста Понимаете Это Спасибо вам Создатели Леонета Понимаете Здесь тоже есть Вы знаете У меня Даже Какой-то Песни Желаю Чтобы Внуки Мои Знали Сергея Михалкова Хоть в лицо Понимаете Не то что Там Вот Поэтому Сложный Тоже Очень вопрос Вот Но Шаинский Юрий Энтин Да Это люди Которые Писали Музыку Для детей Мы можем Сейчас Вот мы С вами Можем Сейчас Помнить Там Не знаю Там Сразу Сходу Там 20-30 Песен Да Начиная Там От Электроников И заканчивая Я на солнышке Лежу И ушами Шевелю Это Была Целая Культура Почему Ее Сейчас Нету Почему У нас Нет У детей Своих Песен А только Те На которых Мы тоже Росли Вы знаете Тут Я бы Например Ответил На этот вопрос Так Сейчас При современной Жизни Родители Все же Зависит От Родителей Родители Очень много Очень мало Уделяют Время Детям И не потому Что может быть Они хотят Этого Просто Ну Физически Невозможно Приходится Очень много Работать Ведь Что такое Предположим Сейчас Работаю Это 12 Часовой Рабочий День То больше Поэтому Просто Мало Уделяют Времени Детям Мне кажется И Я думаю Я бы Меньше Больше Надо пропаганды Детских Фильмов И Юношеских Конечно И в том числе Вот на телевидении На Радиовещание Потому что Сейчас Очень мало Детских каналов И детских каналов Они хоть Хотя бы Немножко Появляются А если уж Мы говорим Не только о музыке А вообще Об искусстве То Практически Пропадает Жанр Детского Кино Да Больше Не снимают Там Морозка Больше Не снимают Там Кощей Бессмертный Василиса Премудрая Кривозер Ну и так Далее И так Далее То есть Мне кажется Вот Эту нишу Государство Почему-то Не стремится Заполнять Ну Сложный Тоже Очень вопрос Вы понимаете Знаете Надо восполнять Надо бросать кличи Надо восполнять Давайте петь детям Давайте им уделять Больше времени Конечно Потому что Без детей Ну что Мы ничего Согласен Полностью согласен Да Вы знаете Вот я еще хочу сказать Такое Значит Вот я Вроде как Являюсь бардом Да Ну автор Авторской песни И вот В моем случае Я почему Я не просто так это говорю В моем случае Я думаю Я должен донести До Зрителя текции То есть Не обязательно Искусное Исполнение На инструменте Потому что Ну И Владение Хорошим голосом Ведь Можно просто Доносить Вот как я Сейчас это делаю Ну Таких исполнителей У нас было И немало Да Мы можем вспомнить И Кима Можем вспомнить И Висбора И Акуджаву Которые Не обладали Какими-то Супер Способностями Голосовыми Или Исполнительскими Как таковыми Да Но От этого Их песни Не становились Не ближе к нам Скажем Вы знаете Я думаю Олег Конечно Определенная Часть Населения Не населения Ну да Старшего поколения Так скажем Старшего поколения Конечно Мы все это помним Мы все это знаем И мы все это стараемся Передать своим детям Внукам Ну Как это у нас получится Ну Это наше предназначение У человека Передавать Следующему поколению Те или иные Ценности На которых На которых Ну Стоит Весь мир Мировознание И так далее Что мы еще споем У нас не так много времени А еще Вы знаете Я хочу спеть Одну песню Которую Буквально Недавно написал Она называется Спасибо вам Создатели Инета Без перевода Я ее пою по-русски Я думаю Все поймут О чем идет речь Спасибо вам Создатели Инета Хорошо Спасибо вам Создатели Инета Вы отучили Думать нас Со всем И паутиною Окутана планета И все Что нужно Узнаем Без проблем Без полков Находимся С рождения Мы пишем Письма Почеркам Одним Без гугла Не сварить Нам и варенье С детьми Порой По скайпу Говорим Нужно Нужно Сидим Сидим за стенках У офиса Родного В экраны Пальцы Тычем Чтоб Чего Узнать Наш указательный Важнее Где-то Родного Вот только Знать бы Куда Нажать В сетях Как водится Случайное Знакомство И здесь Заразу Можно Подхватить Зато Не нужно Рецептурное Лекарство Без Докторов Все Можно Подлечить Спасибо Вам Создатели Инета Мы В Википедии Узнали Столько Слов Теперь Известно Всем Как Делаются Дети И Сколько Граммов Мозга У вас Слов Здесь Все По сайтам И Виртуально Вдруг Сеть Зависнет И Меня Сейчас Побьют Не Повлияем Мы На Выборы И Трампа На Третий Срок Нам Вряд Ли Изберут Вам Два Сердечка Твит И Лайк Придачу За блок Дешевый Ненавязчивый Харикалан От Яндекса Короткий Путь На Дачу И Сколько Стоят Услуги Дам Без Переводчиков Общаюсь По-английски Мы Википедии Узнали Столько Слов Вдруг Почему-то Стало Реновации Обыкновенной Сно Домов Спасибо Вам Родные Вундеркинды Вы Нам Глаза Открыли Мир Иной С Головой Поникшей Зырем В Телефоны В Диагнозах Чуть Чаще Геморой Спасибо Вам Создатели Инета С Мобилой В Руках Я Сплю Ем И Я Вам Напишу Пером По-русски Три Буквы Точка Кончил Я Спасибо Всем Спасибо Всем Нашим Телезрителям И Я хочу Сказать Огромное Спасибо Вам За то Что Пришли И Поделились Своим Творчеством И Со Мной И Со Всеми Жителями Нашего Города И Района Не Прощаемся Мы Надолго Потому Что Как и Договаривались Песни о Городе Видное Мы Обязательно Еще Раз И И Сполним Я Говорю Спасибо Всем Кто Был Вместе С Нами Ну И От Вас Передаю Большие Большие Творческие Пожелания Нашему Гостю Мой Небольшой Подарок Спасибо Это Видное Это Сборник Моих Песен Спасибо Всего доброго И До свидания Пока Сборник